Представьте себе поселенцев, строящих свой первый маленький городок. В нем всего несколько зданий, пара домов, почта и вокзал. Он настолько маленький, что люди могут указывать на любое здание по названию. Типа «давай встретимся у почты» или «я живу во втором доме» или «почему ты трезвый? Уже 11 часов дня, пойдем ко мне в дом номер один». Не знаю, люди тогда много выпивали, я слышал. Ну, короче, с ростом города строилось больше зданий. Вскоре людям пришлось делать выбор. Давать каждому новому зданию уникальный номер или название. Или дробить город на улице. Конечно, они могли использовать первый способ и просто давать уникальные номера и названия новым строением, чтобы никогда не было двух зданий с номером 5. Думаю, это подходящее, но не самое гениальное решение, особенно для крупного города. Мой адрес – Нью-Йорк, здание 654931. Да, как-то не очень. Большинство выбирают второй путь. Делить город на улицы, обычно прямые линии и идентификаторы домов, названия или цифры становятся уникальными в пределах этой улицы. В городе много зданий с номером 5, но все они расположены на разных улицах, поэтому все в порядке. Именно поэтому в вашем компьютере есть папки. Без них все ваши файлы хранились бы в одном месте, и вы никогда бы не смогли иметь двух файлов с одним названием. Когда есть папки и вы создаете новый файл, вам нужно заботиться об именах только в этой текущей папке. Эта система деления чего угодно на улице, блоки или папки позволяет нам объединять вещи в значимые модули. Например, Уолл-стрит – это улица банков и финансов, как бы модуль Нью-Йорка со специфичной целью. У вас есть папка «Видео», и вы знаете, что она только для видео, особенного типа файлов. Первые программисты были поселенцами в этом новом странном мире компьютеров. Они столкнулись с подобной проблемой и встали перед выбором. Они могли писать бы весь код в одном файле, и тогда все численные строковые константы, переменные и функции должны были бы иметь уникальные имена. А если бы они захотели переиспользовать какой-то код в другом проекте, им бы потребовалось копировать его из этого гигантского файла и вставлять в другой гигантский файл. Или они могли бы пойти вторым путем – разделить код на небольшие модули. Модули могут храниться в отдельных файлах, а имена функций и констант будут уникальными только в пределах файла, но не во всей программе. И модули можно легко переиспользовать в разных проектах без копирования и вставления. У разных языков программирования разные подходы к этой задаче. В JavaScript он довольно простой. Один файл – это один модуль. Все упражнения, которые вы выполняете в этом курсе – это написание модулей. Все хорошо, но теперь нам нужно как-то объединить код из разных файлов. Если вы просто напишите код в разных файлах, то интерпретатор JavaScript не поймет, как получить что-то из другого файла. Давайте посмотрим на пример. У меня есть файл, названный math.js. Это моя крошечная математическая библиотека. Я создам другой файл, назову его planets.js. Этот второй файл не будет работать, потому что surface area и square здесь не существуют. Они в отдельном файле, но JavaScript о нем не знает. Нам нужно сказать ему заглянуть в другой файл. Это называется импортом. Давайте импортируем все, что нам нужно. Ключевое слово import, затем список того, что мы хотим в фигурных скобках, а затем название модуля. Название модуля такое же, как имя файла, но без .js. Файл находится в той же папке, что и planets.js, поэтому .slash говорит интерпретатору смотреть в текущей папке. Когда вы импортируете что-то из Китая, что происходит в Китае? Верно, экспорт. Поэтому наша математическая библиотека должна исполнить свою роль – экспортировать. Просто укажите экспорт перед чем угодно, и это можно будет импортировать в другом файле. Тут мы экспортируем все. Возвратимся теперь к planets.js. Допустим, мы хотим импортировать что-то еще. Мы можем просто добавить название в список. Или импортировать сразу все. Тут говорится импортировать весь модуль и назвать его mathematics в этом модуле. Теперь у нас есть доступ ко всему экспортированному из модуля math. Но нам нужно сослаться на все это через название mathematics таким способом. Mathematics.что-нибудь. Теперь смотрите. Если мы добавим функцию square прямо сюда, то никакой проблемы не возникнет. Здесь была вызвана функция возведения в квадрат из модуля math. А тут был вызов местной функции неправильного возведения в квадрат. И последнее. Часто вам требуется экспортировать из модуля что-то одно. Но существует специальный механизм, который называется экспорт по умолчанию. И вы можете экспортировать с помощью него только что-то одно. Но экспортированную по умолчанию вещь проще импортировать. Просто напишите код, как обычно, без специально указанных экспортов. А в конце выполните экспорт, дефолт, что-нибудь. В данном случае мы экспортируем функцию surface area. Импорт по умолчанию выглядит так. Экспортирующие и импортирующие механизмы включают больше функциональности. Вроде изменений названий в процессе импортирования, множество типов экспорта из единого модуля и другое. Но самое главное вы узнали. В сегодняшнем упражнении вы напишите модуль и произведете экспорт и импорт функции самостоятельно. Продолжение следует...